Видя, что одни его лучшие борцы убиты, а другие разбежались, царь Бходжи остановил музыку, предназначенную для удовольствия, и произнес такие слова. Прогоните этих наглых сыновей Васудевы из города. Прогоните их. Странно, их убить не могли. Он говорит, прогоните. Заберите у пастухов все их имущество и арестуйте этого коварного глупца Нанду. Убейте этого скудоумного, нечестивого Васудеву и убейте моего отца Уграсену. Я всегда задавался вопросом, а Уграсен это в чем виноват? То есть он, да, при чем тут он? Убейте моего отца Уграсену вместе со всеми его последователями, которые приняли сторону наших врагов. Услышав, что в своем безумии выкрикивает Камса, непогрешимый Господь Кришна пришел в ярость. В мгновение ока он сбежал на высокий царский помост. Увидев Господа Кришну, приближающегося, словно олицетворенная смерть, сообразительный Камса тут же вскочил со своего трона и схватился за меч и щит. Словно ястреб в небе, Камса метался из стороны в сторону с мечом в руке. Однако Господь Кришна, чья необратимая помощь, наводит ужас на врагов, крепко схватил демона, точь-точь, как сын Тарджки схватает змею. То есть как Гаруда хватает змею. Схватив Камсу за волосы и сбив с его головы корону, Верховный Господь, чей пупок подобен лотосу, стащил царя с помоста на борцовский ковер. Затем независимый Господь, оплот мироздания, бросился на Камсу сверху. Комментарий. В книге Кришна, Верховная Личность Бога, Шила Праупада, описывает смерть Камсы так. Кришна тут же вскочил Камсе на грудь и стал осыпать его ударами своих кулаков. Под градом этих ударов Камса испустил дух. На глазах у всех присутствующих Господь протащил мертвое тело Камсы по земле. Напоминая льва, который тащит мертвого слона. О, царь! Зрители, собравшиеся вокруг арены, заголосили. Ха-ха-ити. Переводится О-О. Комментарий. Как объясняет Шила Вишванатха Чикраварти, большинство людей на арене думали, что Камса просто потерял сознание, когда его скинули с царского помоста. Поэтому, чтобы все поняли, что царь злодей мертв, Господь Кришна протащил его труп по земле. Таким образом, восклицание Ха-ха указывает на то, как были поражены люди, поняв, что царь расстался с жизнью. Изумление публики также описано в Вишнапуране. Цитата из Вишнапурана и перевод этой цитаты. Затем люди увидели, что повелитель Матхуры был небрежно убит Кришной, и вся арена наполнилась возгласами удивления. Камса всегда боялся, что Верховный Господь убьет его. Поэтому пил он или ел, двигался, спал или просто дышал. Он всегда видел перед собой Господа с диском в руке. Благодаря этому Камса обрел то, чего очень трудно достичь – облик, подобный облику самого Господа. Комментарий. Камса постоянно думал о Кришне, и эта его медитация, хоть и порожденная страхом, очистила его от всех прегрешений. И поэтому демон, приняв смерть от руки Господа, получил освобождение. Желая отомстить за смерть Камсы, восемь его младших братьев во главе с Канкой и Ньягродхакой, яроста напали на Кришну и Балараму. Они ринулись на них, готовые нанести удар, однако сын Рахини убил их своей палец и так же легко, как лев убивает других зверей. Намам, Вишну, Падая, Кришна, Прештхая, Бутале, Шимате, Бхакти, Веданта, Свами, Нитинаминэ. Намасте, Сарасвати, Деве, Гауравани, Прочарине, Нирвишешашу, Невади, Пащатья, Дейшутарине. Шри Кришна, Чайтанья, Прабуни, Нитинаминэ. Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади, Горабах Тавринна. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это история о том, как Камса получил Сарупья Мухти. Все лилы Кришны, они заканчиваются хорошо, все становятся, все счастливы, все получают благо, освобождение, близкие отношения с Кришной, то есть любое соприкосновение с Кришной дает человеку огромное благо, огромное благо, в отличие от некоторых. Любое соприкосновение с нами кому-то всегда какие-то беспокойства доставляют. Даже мы, когда не хотим никому беспокойства доставлять, просто сел человек лекцию почитать, никому не хотел беспокойства доставлять, а уже кто-то беспокоится. понимаете уже кому-то скучно уже кто-то думает а что так долго когда кормить буду ну и так далее понимаете и но любое соприкосновение с кришной это то чем кришна отличается от всех нас что любое соприкосновение с кришной из это благо благо это всегда счастье и хотя здесь какая-то кровавая сцена сейчас мы узнаем почему эта кровавая сцена произошла но тем не менее с камс и все было хорошо в конце концов потому что камса постоянно из страха и страха постоянно думал о кришне даже когда он видел своих жен он думал о кришне и бала раме понимаете он страхи был когда жена его одевала синяя сари у него было две двое жен то сейчас мы разберем почему было двое когда синяя сари и желтая он видел их он думал кришне и бала раме пугался вам жена напоминает кришне а камсе напоминали поэтому он постоянно находился самадхи сам того не желаю он постоянно находился самадхи и думал с ненавистью со страхом думала кришне и кто такой камса почему почему все это произошло ведь камса это то из-за кого ну то есть по официальной версии из-за кого кришна пришел в этот мир потому что камса беспокоил он возглавлял этих демоничных царей он беспокоил землю так давайте разберемся кто такой камса и и как это лило полезно для нас всех каждой истории про кришну есть много грани я люблю с этот пример с алмазом приводить с бриллиантом вернее что там много граней с какой стороны не посмотришь все интересно и эти истории они как привлекательны для совершенных преданных которые наслаждаются расой и они видят как кришна удивительным образом может так все устроить все эти каждая деталь в этой истории помогает расу сделать неповторимой то есть там нет ни одной лишней детали то что то что пастушки выскочили на борцовскую арену и стали танцевать то что кришна немного запоздал на борцовскую вот эту на борцовское состязание что камса сидел здесь и кришна подождал там они сразу его прибил все это имеет смысл и я не очень сильно разбираюсь в расе но как бы я знаю что так она и есть но для нас садоков эта история также имеет глубокое значение мы сейчас об этом поговорим ну и стоит с другой стороны разберем и бактимотта курс всех демонов во брендаване описывает как определенные анардхи камса правда уже не во брендаване но каждый этот демон олицетворяет какую-то проблему которая нам мешает нам садокам мешает быть рядом с кришной итак кто такой камса почему камса появился в династии яду да отец у него уграсена эта династия боджи то точно царь боджи династия боджи почему он но в принципе стал родственником кришны потому что сестра камсы деваки кришна родился у деваки почему в таком благородном роду появился такой нехороший человек все началось с того что в этом мире есть две две враждующие между собой группировки это суры и асуры и они постоянно выясняют между собой отношения у них один отец до дэвы и суры асуры кашья помню если ничего не путаю у них дети и одите две жены у него и от них пошли и дановы других пошли суры других пошли асуры и они по могуществу говорится мистические силы какие-то способности знания ведические они в принципе одинаковы и на самом деле говорят что эти асуры они сильнее чем суры то есть физически сильнее мозгов у них там как-то больше у них каких-то мистических сил больше они могут там делать какие-то необыкновенные вещи и периодически мы читаем как демоны и полубоги выясняют отношения и описывается в вагаватам когда это была битва между полубогами демоны демоны демон колонами демон колонами погибает от руки господа вишну но этих демонов было богословение что они могли принять рождение там где они захотят классно вот у нас таких богословений нет как там решат законы кармы как там решит химарадж вот так тебе и надо иногда люди думают что спрашивают а вот почему мы выбрали именно здесь родить да никто не выбирал из нас если б я выбирал я бы точно в другом месте родился точно я вас уверяю но этих демонов было это это богословение они могли выбрать и все демоны выбрали родиться на земле в роду богочестивых царей зачем для того чтобы перекрыть крис кислород полубога основная энергия которые питаются полубоги это энергия богочестия которая появляется на земле когда люди на земле брамы на земле совершает жертвоприношение вот это вот хавья вот это вот энергия которая появляется в момент огненных жертвоприношений это основной рацион полубогов конечно там есть фрукты манго манго все эти вкусности но это так на закуску это просто десерт основная энергия это энергия хавья соответственно если они попадают на землю и разрушают эту ведическую цивилизацию то тогда полубоги они теряют эту силу это то что хотят сделать демоны то есть они выбрали то есть правильный про них правильная была стратегия но как они появятся в роду богочестивых людей то есть кшатрии святые люди на реально то есть они там как чистота крови это называется то есть они делают все так чтобы все правильно самскары то есть все у них хорошо для то у них специальные дети рождаются то есть в этом роду не может ненормальный человек родиться просто нет это какая-то ошибка должна какой-то сбой должен произойти и как появился камса у царя уграсены была жена подмавати и демон друмила ракшас людоед просто людоед ему очень понравилось это подмавати и соответственно он принял облик царя уграсены и обманул ее обманом обманом он соединился с ней и соответственно у нее появился камса она в какой-то момент поняла что это обман она прокляла этого друмила но делать уже нечего камса появился у них не было такой опции как аборт вот появился камса и сын он не знал никто эту историю не знал это все скрывалась в тайне но камса проявлял совершенно не благостные качества он самого своего рождения проявлял демонические качества свои вот природные качества и больше всего на свете то есть у него две таких две таких черты было первое он был невероятно могуществе вот все эти демоны которых он посылал вавриндаван бакасура путана триноварта ну все вот кого мы возьмем как они там говорится что они были его друзьями знаете как он с ними подружился он просто им ну их ловил бил в нос и горит ну чё будем дружить то есть он подчинял всех этих демонов то есть это не просто были друзья это все его были рабы потому как он их победил это значит что он был сильнее чем все эти демоны все эти демоны мистики непростые люди а он был самый могущественный из них это была одна вещь вторая вещь что камса очень не любил господа вишны вот когда он ну как бы просто слышал что вот есть верховный господь один он пурнам адаха пурнам и дам ему просто уже становилось очень плохо вот какая-то внутренняя такая была неприязнь его огромное могущество и внутренняя неприязнь господу вишну и соответственно при этом все при этом могуществе и при этой ненависти он постоянно боялся потому что этот камс камса олицетворяет собой ложное эго ложная естественно а есть важное вот что такое ложное понимание себя да я господин и что означает быть газ вот господом это что означает быть господа мне служат и еще что да я управляю то То есть я могу в этом мире действовать. Я могу включить, я могу выключить, я могу позвать, я могу сделать, я могу двигать, я могу передвигать объекты в этом мире. То есть я могу что-то здесь двигать, я управляю этими вещами. Это значит, я действую. И зачем я управляю здесь? Для того, чтобы это все приносило мне приятные чувства, чувственное насхождение. Вот эти две вещи. И, соответственно, также в Бхагавадгите Кришна в 7.27 говорит «Ичха-двеша-самудхина-двандва-мохина-барата. Сарва-бутани-самахам-саргенти-парантапа. Все живые существа появились на свет и оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желаний и ненависти. Ичха-идвеша». Шалапраупада, комментируя этот стих, говорит, что ичха или желание, это желание быть Богом. То есть просто очень хочется быть главным, чтобы все остальные подчинялись моей воле и делали то, что мне приятно. Это желание, ичха. И, соответственно, вторая вещь – двеша – это ненависть к тому, кто мешает мне это воплотить в жизни. Поэтому изначально это ичха и двеша – это ненависть к самому Богу, который вдруг зачем-то занял это положение. И ичха означает «я хочу быть вместо него». И вот до тех пор, пока в этом мире есть кого-то мы, что-то мы хотим, кого-то мы ненавидим, означает, что есть эти изначальные ичхи и двеши к Богу. Кто-то говорит, что «я Богу не завидую, я не хочу занять его положение, просто хочу дядю Гену подвинуть и сесть на его место». Но вот это и есть – хотеть занять место Бога. Просто сейчас оно так измельчалось, что опустилось до таких вещей. Поэтому у Камсы, у этого ложного эго, есть эти две вещи. Он ненавидит Бога, двеша по отношению к Богу, и он знает, кто Бог. Это Кришна, Господь Вишна. Поэтому он его очень сильно ненавидит. Он его соперник, богоборец. Камса – богоборец. И он чувствует, что он его победит. Логика у него железная. Как и у Хирани Кашипу. У всех демонов железная логика. Он достиг этого положения. И я могу тоже достичь этого положения. И вторая вещь – он очень хочет, соответственно, быть Богом, и Бога ненавидит. И быть Богом означает две вещи. Смотрите, зависть Богу и быть Богом. Быть Богом означает две вещи. Я управляю, и я восхождаюсь. И вот это все Камса. И таких, как Камса, было очень много. Все эти демоны, которые погибли в той битве между демонами и полубогами, они воплотились на земле. Камса был их лидером. Они прямо чувствовали сродство, что они тянулись друг к другу. Так? И земля изгнавала под бременем всех этих демоничных царей. То есть земле, в принципе, это не тяжело. Она может миллионы живых существ, миллиарды живых существ прокормить. Даже то, что миллиарды, это людей только миллиарды. А еще сколько комаров и всех остальных. Она готова бесчисленное количество этих живых существ кормить. Но когда по ней ходят люди, которые ненавидят Бога, ей очень, как преданный, пхуме, как преданный, очень тяжело. Поэтому она и попросила помощи у Брахмы. А Брахма, соответственно, пошел к руководителю, к Господу Вишну, и попросил помощи. И ради того, чтобы помочь земле, для того, чтобы избавить ее от Камсы, и ему подобных, Кришна и пришел в этот мир. То есть вот такая предыстория. То есть Камса олицетворяет собой ложное эго, ненависть к Богу и желание быть Богом. И при всем при этом, сейчас будет интересная вещь, вот у каждого, кто хочет быть Богом, есть у вас такая тенденция? Есть. У каждого, кто хочет быть Богом, у кого есть ложное эго, есть одна проблема. При всех этих желаниях и при всем этом могуществе, невероятном могуществе, которое было у Камсы, он при этом боялся. То есть Камса постоянно боялся. Это говорит нам Бхага в этом 11-й песне. Как только живое существо отворачивается от Господа и отождествляет себя с телом, ведь все, как бы, средоточие всего блага и всех надежд у Камсы было на тело. То есть тело для него – это все. И он сосредотачивается на теле, и, соответственно, как только на этом двитеи, на материи душа сосредотачивается, какое бы тело ни было мощное, какое бы ни было мистическое, все равно постоянно есть чувство страха. И так как он боялся потерять свое тело из-за страха, что телу будет неприятно, что телу не хватит счастья, что тело могут разрезать, что тело могут что-то там не накормить, то из-за того, что есть страх потерять свое тело, а значит и приятные ощущения, и возможность действовать, Камса был готов на все. Уговорили? Для того, чтобы сохранить это тело, то есть ради тела люди готовы на все просто. И Камса проявлял эти отвратительные, деспотичные качества. Все из-за того, что страшно было, что тело может быть не в комфортном состоянии. Это Камса. И теперь представьте себе этого Камсу, который там уже всех этих демонов сделал своими друзьями. Ну, ясное дело, друзья, которые полностью предались ему. Выхода-то не было. Они же тоже боялись за свое тело. Вот. И при этом у него есть сестра Деваки, которую он... Это же моя сестра. Он ее любит. И когда она выходит замуж за Васу Деву, он лично сопровождает ее. То есть, представляете, супергерой. И он становится конюхом. Просто шофером на свадьбе своей сестры для того, чтобы ей сделать приятное. И в этот момент, когда он ее везет с мужем во дворец мужа, тут голос сверху полубогий, говоря. Я всегда вот удивлялся, почему они это сказали. Зачем они это сказали? Что, Камса, ты дурак. Ты везешь мать своего врага. Восьмая беременность Деваки будет причиной твоей смерти. Там объясняется, что там не про мальчика была речь, не про сына. Что просто ребенок, восьмой ребенок будет причиной твоей смерти. И Камса, который постоянно боится потерять свое тело, вожнега всегда боится. Самое главное – тело. Ради этого, ну, можно пойти на все, что угодно. Он не задумывая, схватает Деваки за волосы, берет меч и просто, знаете, ну, два раза не подумав, собирается ее убить. Ну, знаем эту всю историю. Васудева начинает заверять его, что он отдаст каждого из родившихся детей ему. Вот верит ему, отпускает. Ну, вот, смотрите. Я думал, зачем он полубоги сказали об этом? Как вы думаете? Еще больше боялся. Чтобы еще больше боялся. Приблизить приход. Там говорят, я сегодня читал, когда там говорится, что полубоги не хотели, чтобы Камса испытывал теплых чувств к своей сестре. Вот так вот там говорится. Ну, и да, наверное, так же для того, чтобы все это ускорить весь этот процесс. И он бросает Васудеву и Деваки в тюрьму. Соответственно, восьмой ребенок. Появляется восьмой ребенок. А, сначала, опять, опять Камсу стращают. Я просто, зачем это все рассказываю? Для того, чтобы вы понимали чувство Камсы. При всем своем могуществе он постоянно жил в нескончаемом страхе. Ложный эго все время в страхе находится. И когда первый ребенок появился, то Васудева принес его, как обещал Камси, Камса пожалел, говорит, идите, мне не нужно. И тут появляется Нара Дамуни, чистый преданный. Нара Дамуни появляется и рассказал Камсе его прошлую жизнь. Знаете, иногда преданный тоже любит узнавать свою прошлую жизнь. И я вот сомневаюсь после этой истории, что это надо знать. Это может как-то негативно сказаться на нашем преданном служении. И так он был нехорошим человеком Камса. И тут он узнает, что оказывается он был демоном Каланеми. Нара Дамуни все рассказал. И тебе уже убил один раз Вишну. И твой заклятый враг, он уже, он в любой момент может появиться. И вот эти все цари праведные это все твои враги. Это все полубоги, которых ты ненавидишь. Ты понимаешь? Он говорит, я всегда это чувствовал. Да. И вот любой сын, в любом случае, в любом случае это будет полубоги рождаться. Поэтому надо убивать. И на всякий случай вдруг еще и Вишну родится. По какой-то из версий там показал он ему цветок на Ара Дамуни. Я не знаю, где это написано я не прочитал. нигде. Но говорят, люди говорят. Показывают цветок, и он говорит, какой из этих лепестков первый? Какой из них восьмой? И Камса понял, что да, логично, Нарада, ну ты даешь, ты все так объяснил грамотно. И он стал убивать одного за другим. Зачем он это сделал? Чтобы быстрее появился Кришна. и Камса соответственно ждет восемь лет, прошло восемь лет постоянного страха. Он и так боялся, но после всех этих голос сверху, он все время увеличился. При всем его могуществе, я как бы подчеркиваю эту вещь, что никакое внешнее, никакие внешние условия не могут дать покоя ложному эго. Вот парадокс какой. Вроде все же классно, дом, здоровье, а все равно страшно. И вот он восемь лет ждет, и в какой-то момент, ну там всю эту историю знаем с рождением Кришны, крик в тюрьме, крик, ребенок родился, он прибегает, он знаете, его колотит, вот моя смерть родилась, то есть ему страшно, он знаете, в таком состоянии аффекта находится. Вбегает туда эта девочка оказывается, и девоки пытаются спасти ее, как-то молят его о милости, он вообще ничего, ничего человеческого не остался. Страх настолько охватил его, что ничего человеческого в нем не осталось. Он хватает ее и пытается уничтожить, и тут эта девочка превращается на его глазах в богиню, которой он поклоняется. Сразу зауважал васудевые девоки, сразу же зауважал, что это необычные люди, что моя богиня решила принять рождение в этой семье. Ему объяснили, что он дурак, что уже тот, кто должен был его убить, уже родился в другом месте. Он раскаивается, начинает проповедовать васудевые девоки, оказывается, он хорошо знает философию, он, кстати, проходил курсы, все нормально с философией, он стал говорить, что Господь всем управляет, это не я их убил, это там, ну как бы, судьба, она сводит, разводит, вот так, они его прощают, и на самом деле он просто хотел чувствовать, что его простили. Он сильно-то не раскаивался. И он пришел своим с утра, собрал своих министров, которые говорится, что ничего не понимали, но любили советовать. Классика, классика, не разбирались, но любили советовать. Он говорит, что нам делать, мужики, что нам делать? Он говорит, мы знаем, что делать, надо уничтожить всех этих полубогов, всю эту ведическую культуру, потому как полубоги и так тебя боятся, но если мы уничтожим эту ведическую культуру, то мы их просто уничтожим. И мы уничтожим всех этих детей, которые родились 10 дней до и после этого момента. И все будет хорошо. Он говорит, давайте, давайте, молодцы. Вот Камса в этом состоянии. Каким-то чудом выясняется, ну, по погибшим демонам выясняется, что ангел смерти Камсы находится в Абриндаване. То есть откуда не возвращаются люди с заданием, то, похоже, там где-то он и есть. Никогда не задавались вопросом, если Камса такой могущественней всех их, почему ему самому было не отправиться в Абриндаван и не навести там порядок. А объясняют Ачарьи, что Камса предпринял как-то попытку попасть во Абриндаван. Была такая попытка. То есть со своим ложным эго он пришел в лес не на свою территорию. То есть Галока Вриндавана, ну, то есть Гакула Вриндавана, земная Вриндавана. Это духовный мир. И он, значит, с этим ложным эго туда въезжает, приезжает из Мадхуры. Говорится, Мадхура также ум олицетворяется. Он приезжает туда и, видя его, то говорит Йога Майя. Йога Майя увидела этого большого, здорового, усатого Камсу. Мужик просто. Ишвара. Он туда въезжает, чтобы навести свой порядок в духовной реальности. Где этот Кришна Ваш? Его превращают в мгновение ока, превращают в пожилую гопи. В бабушку. То есть ложное эго уменьшается. Он становится бабушкой. Даже не принцессы какой-то, знаете, вот, мисс Бриндавы. Он просто бабушкой. Ему дают корзину, корзину с навозом. И говорят, бабушка, надо, ну, как-то лепешки делать. Навозные. Это твои предписанные обязанности здесь, в Агриндавы. Камса в шоке, потому что он Камса, а тут навоз. Надо делать лепешки. И он говорит, я не умею. Он действительно не умеет. Все начинают смеяться. Как ты не умеешь? Тебе сколько лет? Тебе уже почти 70. Как ты не научилась за 70 лет? Это же мы с детства практически делаем. Ты что, издеваешься? Из ума выжила бабушка? Ну-ка, давай, не ленись. И Камсе пришлось какое-то время учиться лепить навозные лепешки. И так ему было плохо. Он готов, был все, что угодно. Лишь бы, лишь бы назад. Лишь бы назад отсюда. Матерь Адхарани, говорит, стал очень. Его жалко, говорит, ну, Камса, ну, хорошо. Давай только сюда больше не будем приходить. Он говорит, никогда в жизни. Только отпустите. Вот странный человек, да? Мы хотим во Вриндаван, но ложное эго не хочет во Вриндаван. Вот понимаете, почему так кажется, я вроде хочу, а что-то мешает. Просто Камса в нас. Он во Вриндаван не хочет. Говорит, чувствуешь, что-то меня не пускает. Камса? Камса меня не пускает. И бедный Камса, соответственно, уходит туда, но уже через своих проявлений, через свои проявления. Каждый демон, которого Камса посылает во Вриндаван, это какая-то грань, какое-то проявление ложного эго. То есть он как корень, из которого все это появляется. Итак, множество демонов полегло. Камса боится все больше и больше. И с каждым убитым демоном Камса становится страшнее и страшнее. Ничего не помогает. И в конце концов он решает, что Кришне, земля Вриндавана, помогает. Поэтому, если я смогу Кришну выманить из Вриндавана сюда, в Мадхуру, то здесь его будет легче погубить. И он подговаривает Акруру. Это единственный, как их, Боджи, да? Единственный его друг, как сказать, среди его врагов. И на самом деле Акруру специально остался, хотя все разъехались, все разбежались из дворца Камсы. Все праведные разбежались. Но Акруру специально остался и служил Камсе для того, чтобы быть свидетелем Игоря Кришны. Вот ради этого он служил Камсе. Это была причина. Его отправили во Вриндаван, и Кришну привозят во Вриндаван. Камсы предпринимают последние попытки уничтожить Кришну. Погибает Кеши, слон Кувала-Апида. В конце концов, Кришна и Баларама с акробавленными бивнями этого слона приходят на борцовскую арену. Знаете, такие приходят. Целая история, как они первый раз вошли в Мадхуру, что они там делали. Это длинная история. Мы сейчас про Камсу говорим. Вот они с этими бивнями, окровавленными, приходят на эту борцовскую арену. Все их ждут. Они опоздали. Царь ждет. Но им все равно. Им наплевать на ложные Ага Камсы. Все равно просто. Они пришли. Говорят, ну давайте будем бороться. Они борются с Муштикой и Чанурой. Помогают им получить освобождение. И в конце концов, когда все борцы разбежались, их друзья, они просто выскочили. Выскочили на эту борцовскую арену и устроили Вриндаманский Хари Кришны. Они стали прыгать. Музыканты, они уловили это настроение. Музыканты Камсы стали подыгрывать ему. Народ стал ликовать, праздновать победу Кришны. И Камси так плохо стало. Он и так всю жизнь ненавидит Кришну. И тот при нем, этого Кришну, почитает на его же территории. И он закричал эти слова, да, он приказал убить своего отца, посадить Нанду, да, забрать все у него. Это была последняя капля. И Кришна взбегает на этот помост, где сидит Камса. А Камса, вот он уже вечером чувствовал, что все будет, вот как раз сегодня будет решающий момент. Ему уже снились вот эти страшные сны, когда он видит свое отражение, а там нет головы, когда он идет по дороге, а следов нет. Он видел себя уже голым в масле и с гирляндой, как труп. То есть все, ну, как бы все уже, вот, говорил о том, что он помрет. Но он не терял надежду. Вот ложное эго, интересное такое, интересное такое явление. Надежда вообще не умирает. Не то, что последнее, она вообще не умирает. До конца, до конца. Вот страшно, а все равно человек не оставляет, ну, все равно у меня все получится. И поэтому, когда Кришна прыгнул на него, как ястреб, да, а, я вот Камсу сравниваю с ястребом, который там с мечом и щитом как-то вот пытался уворачиваться, в конце концов, Кришна стаскивает его на помост и добивает просто. Никто не верит, что это произошло, потому что Камса, еще раз, самое могущественное существо в того времени. Все демоны остальные были слабее его. Он был царь среди них. И чтобы показать, что Камса мертв, он тащит Камсу за волосы. Соответственно, одни печалятся, это те, кому он обещал зарплату. Похоже, уже не будет. Его, там говорится, лучшие из браманов, они радовались, получается, были худшие из браманов, которые помогали Камсе в его деятельности. Вот они, похоже, печалились. Остальные вообще были очень обрадованы, потому что Камса всех притеснял. Итак, в этой истории несколько интересных и важных для нас уроков. И первое это то, что есть такая, у нас, у садоков, есть такая печаль иногда, особенно, когда у нас что-то не получается, что мои анардхи, похоже, никогда невозможно уничтожить. Руки опускаются просто. Кришна, конечно, Бог, но против наших, нашего Камса, наших Камс, ему, ну как-то, он им не по силам. Так вот, эта история, она показывает, что Кришна может уничтожить любого демона, любого. Нет никого сильнее Кришны. Это надежда для каждого садоки. Одна вещь, что нужно просто, чтобы Кришна был в нашей жизни. Кришна был в нашей жизни. Вторая интересная и важная вещь, еще раз, что ложное эго при всем своем могуществе, при всем своем каком-то влиянии на окружающем, всегда связана со страхом. Две вещи. Деспотизм. Все дурные качества проявляются у человека в связи с страхом. Он боится потерять свое положение, свое тело, свой божественный статус. Поэтому ради того, чтобы защититься, он готов сделать самые отвратительные вещи. Камса такой. Самый дурный характер у него. Потому что боится. Но при этом, это последнее мое открытие, я сегодня как-то медитировал весь день на эту вещь. При этом страх, который, в принципе, это тамос. Страх это тамос. Это из-за того, что душа отождествляет себя с материей. Она постоянно боится. Но при этом, этот же страх может быть поводом для того, чтобы начать духовную жизнь. Смотрите, какая интересная. Я боюсь, что я умру. Чтобы не умереть, я не знаю, я делаю какие-то вещи. Забочусь о здоровье, запасаю орехи на зиму. Но что-то еще делаю такое. Занимаюсь политикой. Если там кто-то пытается меня подвинуть, я защищаюсь, потому что страшно, если меня подвинут, как я буду жить. То есть этот страх нехорошим вещам приводит. Но также страх, что что-то может случиться с моим существованием, приводит к тому, что человек начинает думать, а как же мне выбраться из этого места, где мне нужно постоянно бояться. То есть он будет бояться погрузиться в маю. Он будет бояться того, что он отклоняется от практики сознания Кришны. Вот этот страх является позитивным. Соответственно, Ачарья объясняет нам, что когда Деваки боялась, Деваки — это Бхакти, и вот этот страх Камсы, который олицетверяет этот страх материального существования, не страх умереть, а страх того, что в этом мире, страх погрузиться в этот мир, страх привязаться к этому миру. Вот этот страх вдохновляет человека на то, чтобы серьезнее заниматься сознанием Кришны. И тогда, так как она боялась, то, соответственно, эти анардхи, которые олицетворили с собой этих шесть ее сыновей, они уничтожались. Потому что человек очень сильно хотел, то есть, когда преданно очень сильно хочет правильно, духовно жить, боясь, то сейчас он будет отклоняться, то тогда очень быстро происходит очищение. Шила Прабхупада говорил своим ученикам, что ваша проблема в том, что вы не боитесь мая. Почему люди не боятся мая? Потому что они к ней привязаны. Если боится, он понимает, что если я... он понимает, как это работает, и Шипанишад говорит, чтобы человек достиг освобождения, ему нужно две вещи этих знать. То есть, с одной стороны, процесс погружения в невежество, и с другой стороны, процесс возвышения. Потому что, если он знает процесс погружения в невежество, это не то, что он, знаете, о, я знаю, как вот все в невежество погружать, пойду-ка я погружаться. Нет. Он как раз знает, что это погрузит меня в невежество, поэтому с этим лучше не соприкасаться, То есть я знаю, чем все закончится. А человек, который не знает, чем все закончится, он не боится этого. Здесь вот серная кислота, он не знает, что это такое, он думает, надо попить. И он не боится. А человек, который знает, что это серная кислота, он говорит, может попить? Он говорит, да вы что? Нет. Вот о чем речь. Вот этот страх, который рождается от понимания, что запутанность в этом мире приведет меня к нехорошим вещам, это хороший страх. И поэтому мне нужно больше средотачиваться на сознании Кришны, погружаться в схужение. И еще в этой связи, так как про страх, у меня недавно возник такой вопрос, мы с Варшаной Прабу обсуждали, с тобой, по-моему, обсуждали, да? Я в интернете нашел, там такой ролик показали о Матаджи на польском туре в Саре. Не, не с тобой. Ну вот, короче, есть такой ролик на польском туре Матаджи в Саре. Тут вокруг толпа, поется Киртун, и они такие в экстазе просто, начинают брейк-данс танцевать. Прикидываете, да, Матаджи в Саре? Ну они так как-то подпоясались, и брейк-данс. Круто вообще, вся толпа там ликует, говорит, молодцы вообще. И под этим роликом люди, которые за истинный искон пишут, цитирую, значит, Шива Прабхупада, который преданным в алтарной, которые стали там как-то буги-вуги танцевать, он говорит, что вот это не надо делать, надо так танцевать, как у нас учил Господь Читань. Вот эта цитата Шива Прабхупады, вот этот ролик с Матаджами, которые поют, танцуют брейк-данс. И, соответственно, они говорят, видите, куда катится искон? И я задался вопросом, действительно, куда все катится? И вот все проснулись сразу же. Вот как только идет какой-то... Когда катится, сразу же все просыпаются. Теперь смотрите. Вот эти люди, которые цитируют Шива Прабхупаду и которые за истинный искон, они говорят, что вот мы следуем за Шивой Прабхупадой. Хотя по их качествам, как нам говорит Ишипа Нишат, какой и как можно проверить, человек практикует видео или овидео? Десятый стих Ишипа Нишат. Шива Прабхупада в комментарии говорит, очень просто. Путь овиде – это развитие качеств, начинающихся со смирения. А путь овиде – это развитие отрицательных качеств, начинающихся с гордыни. То есть вот как мы разберемся, я вообще выскован, не выскован, я вообще практикую сознание Кришны или не практикую сознание Кришны? По качествам надо смотреть. Если качества идут в этом направлении вверх, означает путь овиде. Если в другом направлении – путь овиде. Теперь возникает вопрос, если люди цитируют. Мы вспоминались сегодня с преданными разных преданных бандитов, которые знали… То есть сейчас я не против того, что не нужно изучать. Изучать очень надо. Я сейчас еще про это скажу. Но бывает, что преданные обладают способностями такими поразительными. Они цитируют, знают тысячи шлок наизусть. Они прочитали вообще все, что можно только прочитать на русском, английском и на санскрите. Вот такие есть. И одни из них, кто вот так вот все знают, они просто смиренные вайшнавы. Такие как Джива Госвами. Джива Госвами прочитал все, что есть на русском, английском и на санскрите. И при этом он совершенно не гордился. Он служил своему гурудеву. У него был гурудев. Рупага Госвами, он служил. Ну, то есть он как схугай у него был. Он выполнял черную работу. То есть, знаешь, что когда он приехал, ему сразу поручили какой-то проект ответственный. Он просто там подметал. И просто готовил там пальмовые листы. Представляете, человек отучился. Много лет приезжает гуру. Ну, займите меня в служении. Говорит, да-да, вот подметай вот здесь. Гуру Махараш, ну я же супер-пупер. Говорит, да-да, вот как раз вот для тебя. Потому что если у человека нет первого качества из этой видии смирения, то неважно, знает он тысячу шок на санскрите или не знает. Он ничего не знает. Так? Поэтому я к чему это все говорю? К тому, что там мы вспоминали разных примеров таких, что есть преданные, которые знают все, и при этом они качество знания проявляют. И, соответственно, вот это знание шастр, оно помогает им еще больше проявлять это качество. Потому что если я знаю шастры, то я живу так. И были преданные, которые все знали тысячу шок, но при этом проявляли совсем другие качества. и открывали свои организации. Потому что харизма есть, мозги есть, интеллект, работы. Люди-то простые. Они смотрят, и человек там фейерверк устраивает. И думают, надо же, круто! Но качество. Качество. Поэтому я к чему это говорю? Что мы, преданные, можем даже не поймать себя в тот момент, когда мы погрузились уже в полную маю. Просто так, даже не заметим. Будь полностью уверенным в том, что я вообще в сознании Кришны. И я, ну, признаки есть. Айпэд, гирлянда, тилока, тхоти, сари, лайки. Ну, все есть, понимаете? Последователи. Вообще не проблема. То есть для того, чтобы были последователи, вообще не обязательно быть в сознании Кришны. Вообще не обязательно. Вон в интернет зайдете, там у людей, очень необычных людей, столько последователей, что ни у кого из гуру, из кон, столько нет. И никакого сознания Кришны. И человек может себя обманывать, свои способности, своя харизма, то, что он там как-то вот может что-то делать, мистически. Или что-то не мистически может делать. И вот это вот все опьяняет человека. Это ложное эго. Опьяняет человека. Притом он кришнаит. Ложное эго. И никакого сознания Кришны. И только потом, когда его уже будут бить гуны природы, у него может возникнуть, все-таки он преданный, могут возникнуть такие мысли, может, что-то я не так делаю. Но вообще-то вот эта вот вещь, этого надо бояться. Это не то, что с кем-то там происходит, что вот они не понимают, я почему стал про этот ролик-то говорить. А где граница, что это проповедь? Ну, ради проповеди, потому что те хотя бы маты же были в экстазе, на самом деле. Они реально были в экстазе, и они реально, ну, этот фонтан от этого радости от сознания Кришны. Просто он принял вот такую форму, что в тех условиях, в которых они находились, народ бы не понял по-другому. Они как бы для них понятным языком, они им объяснили, что это классно быть в сознании Кришны. И все поняли это. Но где граница, где это уже просто отклонение, и где это проявление экстаза, которое помогает другим и соприкоснулся с Кришной? Где эта граница? Где она проходит? Еще раз, люди могут сидеть на въясасаре, цитировать и быть в полной мае и не в искон вообще. Хотя говорит, что не в искон. Как разобраться? Есть какие-то внешние вещи? Есть внешние вещи. Но не все можно внешними вещами проверить. Вот вы сидите, я сижу. Откуда вы знаете мой мотив? Как вы поймете? Есть, конечно, там признаки, там то и сё, ну сложно вообще разобраться в мотивах. Мы в своих мотивах-то разобраться не можем. Поэтому страшно должно быть, что можно легко отклониться. И вот этот страх, это хороший страх. Пока это беспокойство есть, что я могу отклониться, что я могу просто быть в иллюзии, этот страх будет меня толкать к чему? Я буду обращаться, у меня будет точно гуру, не я буду конечная инстанция, которая решает, в мае я или нет. Не я буду решать, не я буду анализировать, а вообще так вот нормально трактовать или ненормально. Я доверю это право кому-то другому. Это называется гуру, наставник. Потому что само очень легко заблудиться. И мы даже не заметим. Поэтому хороший страх, это называется бояться Майи. Хорошая вещь. И надо беспокоиться об этом. И если мы не беспокоимся, думаем, у меня все нормально, это еще больше должно беспокоить. Надо прояснять регулярно, а все ли я делаю хорошо? Как у меня вообще сознание Кришны? Может я уже в Майе, может я уже Камс и стал давно? Вот этот страх хороший. И вот в этой истории про Камсу, он с девоками, с шатт-гарбасурами. Вот это также можно использовать в своей жизни и переживать. Я вообще в искон? Я сам? Бог с ними там, с кем-то там? Что мне за них переживать? Я за себя хочу переживать. Я вообще еще в искон или нет? Или я уже не в искон? У меня своя организация. И вот это то, что можно также отсюда извлечь.